Мелак Итак, сегодня я вам расскажу о ночных достопримечательностях Мелаки. Сейчас я нахожусь на улице Джонкер или Йонкер Стрит. Всего-навсего 6 часов утра и, извиняюсь, вечера. И улица пока что не сильно загромождена как туристами, так и продавцами. Свободно можно погулять. Что здесь продают? Да, всякий шерпотреб, бижутерию, сувениры, ну и конечно же еду. Куда же без нее? Туристы очень любят это место, но работает оно на полную мощность только на выходные или большие праздники. Так как это основная достопримечательность, одна из основных, скажем так, то сюда на вечер любят сходиться все туристы из города. Здесь продают некоторые такие вещи, о которых я ранее не знал и не видел. Но стоят все очень и очень дорого. Кто же основные потребители? Китайцы. Китайцы, китайцы и еще раз китайцы. Малако это китайский город. Вот забрели два европейца, чудом. Разглядывают какую-то бижутерию. Главное запомнить, какая это улица в 6 часов. И мы к ней возвратимся позднее. Тоже интересная штука. То ли из мяса, то ли из теста. Такие покемоны и панды. А сейчас мы пройдемся по китайским храмам. Все они в основном закрыты. И у них очень и очень красивые врата. Красиво, правда? И каждый храм имеет свои врата, не похожие на другие. А вот мусульманские храмы, или мечети, вернее, совсем не спят. Они еще правят и в 6 часов, и в 9. Сейчас я нахожусь в начале улицы Джонкер-стрит. И здесь есть такой интересный чудак. А теперь подойдем к велорикшам, и вы увидите, в чем их фишка. Видите? Ночью они светятся, как елки. По ходу этого видеофильма, я буду еще возвращаться к ним, так как они постоянно на виду. А сейчас поднимемся к церкви Попа, Пола, извиняюсь, и посмотрим на город с высоты. Вот эта церковь, я о ней уже рассказывал ранее. Что хорошо, вечером здесь совсем нет туристов, и вы свободно можете погулять, посмотреть, что, где, как. Ну и снять видео или пофотографироваться. Есть свет на церковь, и можно получить неплохие фотки и видео. А вот обещанный вид на город. С разных частей этой возвышенности разные получаются фото и видео. И так выглядит когда-то огромный форт. А сейчас только входные ворота остались от него. Но за счет подсветки все довольно красиво. А вот здесь, сегодня 28 декабря, я попал на установку сцены. И отсветка от сцены очень красиво украсила это здание. А вот здесь будет сидеть делегация, главное. Еще раз смотрим на сцену. Все довольно красиво, будет классно, но вход платный. Мы на этот концерт не попадаем. Как я вам и говорил, женщины работают здесь полицейскими. Видите, даже ночью. А эта огромная площадь в выходные дни превращается в огромный фудкорт. Сюда малозийцы съезжаются на своих автомобилях, кухнях и продают, покупают, тусуются, короче. Движение вечером становится еще интенсивней, так как люди возвращаются, люди отдыхают. Почему-то я так понял, что вечером идут все на такие огромные фудкорты, потому что они любят готовить, наверное. И такие фудкорты здесь есть, и они забиты. Но это очень красивый замок, я бы сказал так. Но ворота закрыты, попасть ни в какую. Снова красивый храм китайский. И теперь заходим снова на улицу Джонкер или Йонкер-стрит. Посмотрим, как же она ожила. Сейчас 9 часов вечера, и вы видите, все в разгаре. В основном все идут, жуют, покупают, продают. Довольно интересно, но напряжно в плане прохода. Туристов так много, что приходится даже стоять. Но цены здесь очень и очень кусаются. Все рассчитано на туриста, к тому же на туриста богатого. А китайцы у нас кто? Сейчас они богатые туристы. Поэтому вот цены сделаны под них. Поехали! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Движение плотное, заторы, тучи народов больше нежели днем Вот вам уголок Голландии А это месяц Так выглядит месяц в Малаке Ну и сейчас салют 31 декабря Куда ж без них Я таки дождался 12 часов Но особых салютов не увидел Так себе Небольшие фейерверки Этот я наблюдал с горы А этот я увидел По ходу возвращения меня В свой отель Куастал парк Там находится большой фудкорт Всем спасибо Удачи и пока Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok